Революционно Ваши 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 Это для довоенного маха Ну, какой-то старый дискорбин А, да Так, сейчас Ваши 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 Возьмите 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 Это мой. А, он чему-то подкрывает? Нет. А зачем он крут? А, чтобы показать презентацию. А как ты подкрываешь его? В принципе, нет. Как ты будешь подкрывать? Ну, он уже сайт подкрывает. В принципе, мне он не потребует. Я сейчас скажу. У тебя ВГА есть? Да. Да. Нет. 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 Я не знаю. Это уже пары ВГА. А, да? Нет. Это ВГА. Это уже пары ВГА. Нет. Нет. Он уже компьютер с ВГА. Где ты так не найдешься? А, это, как СМИРА? Нет, это старый ВГА. Но старый ВГА- Легче найти, чем... С этой стороны он ВГА-сный разъем? Разъемов не знаю. Это вообще какой-то новый цикл. Это не стоит порт, да, но это не тот, который надо. Да, есть новый HDMI. Ну, давайте с этого. Ну, если вы проекты, то да. Если никто под маг, там, сок, никого нет. Ну, давайте с вами попробуем. Поехали. Погнали. Поехали. 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 Продолжение следует... 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 Здравствуйте... Продолжение следует... 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 Смысл в чем? Пишется готовая форма. Мы предлагаем готовую форму для петиции. Буквально формировается основная идея и основное решение. После этого необходимо набрать количество голосов четко по фильтрам. Местный уровень это 5000 голосов. Областной уровень 50 тысяч голосов. 100 тысяч голосов это стандартная цивилизационная норма для петиции. Она даже действует в России. Правда там нет механизмов. Мы хотим создать этот механизм. Потому что если петиция подкреплена достаточным количеством голосов, то естественно 100 тысяч это очень серьезно. Депутаты вынуждены будут проводить между собой на кассе для представительства. Если они не хотят делать, то мы все равно сделаем им рассылку. Они должны будут представить эту петицию в уже нормальной, удовольствием форме, в качестве закона. Я правда должна сказать сразу, что конечно нам нужно продвигать сейчас параллельность с проектом закона петиции. У нас в принципе есть такая возможность. Обратимся к демократичным политикам, которые понимают, что это тоже необходимо. Потому что им нужны точно так же наши интересы и работать с ними. Потому что сегодня политический партий непроницаем к общественным интересам. Я не хочу сказать, что все оппозиционные плохо проницаемы, власть непроницаема. Из-за чего собственно говорит стоит Майдан. И мы выходим на политический уровень. Извините, до сих пор нет картинки. Это третий шаг. У нас по шагам просто. Вот первый шаг в петициях, в голосовании. Если у нас есть уже петиции, то мы тоже смотрим, чтобы не повторяться. Проще проголосовать, поддержать, писать что-то с вами там новое. И депутатский уровень. Когда мы посылаем депутатам, кто-то один получает, у нас получается картинка отсюда, и мы видим, что есть контакт. И потом, если это не работает, мы выходим на прямые действия. То есть, если они не слышат интерес, тогда мы уже пикетируем, манифестируем, делаем слышно, все что угодно, привлекаем внимание. Вот такая цепочка. Вопросы? Вопросы? Да. А можно же сейчас у вас ответить за ремонт? Нет, я даже... А форма там есть, в принципе, там форма есть. Ну, через месяц... Вижу, может быть, это мы пропоздатели, чтобы все-таки проломбировать... Не сейчас, я сказала, мы будем подавать законные петиции, потому что это необходимое. Потому что там верификация людей, которые должны регистрироваться, это очень важный момент. Надо понимать, что это нужно сделать. Когда это будет серьезно. Какие образом будут включить верифицироваться? В законе должно быть, это прописано, что они должны подпись на пример свою сканировать. Потому что у нас есть проблемы с этим. Фоминия, телефон и так далее. Потому что, например, в России паспорт не дается. Я думаю, что паспорт тогда высокий парьер. Я расскажу потом по верификации. По верификации я расскажу. А еще есть вопросы? Ребят, есть вопросы еще, как вам нравится? Есть замечательные, но мы понимаем, что это замечательно. Да, пожалуйста. Сейчас или потом может быть кто-нибудь к вам поговорить? Да, хорошо. Окей, спасибо вам большое. По верификации я могу сказать. По верификации. Ну, следующий проект будет «Суспільный ООС», и там система электронного голосования связана с верификацией личности. Мы привели переговоры. Протягом... Так, ну, тогда я выйду. Можно... Суспільный голос. Суспільный голос. Суспільный голос. Подключайте зараз. Вибачите за стримочку. Пейкл. 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 необходима, нейтральна, проста, загально зрозумела, загально визнана система электронного голосования с возможностью верификации через онлайн, через интернет и с возможностью проведения голосования, фактически, почти безкоштовно. В этом поляга суть проекта «Суспольный голос». Протягом хакатона ми провели консультації як з політиками, з громадським сектором Майдана, а зараз там громадських організацій на Майдані близько 30, і так само провели переговори з органами державного управління, які займаються організацією внутрішнього документообігу. Суть методики полягає в тому, що вона подрується на довірі. Рекомендуєте ви чи не рекомендуєте ті подання, ті петиції чи політики, які виставляються на голосування. Методика дуже проста, вона працює зараз в 10% найбільших корпорацій світу, вона пройшла адаптацію в бізнесі, працює зараз 7 мільйонів професіоналів в них, вона називається Net Promoter Score, вона оцінює індекс рекомендабельності. Фактично це індекс, універсальний індекс довіри. Значить, стосовно відповіді на те питання, яким чином ідентифікується особа того, хто голосує. Значить, на даний момент існує проєкт реформи, який вже закладений бюджет на цей рік, зі зміною паспортів через нові паспорти з чіпом. Через Card Reader існує механізм голосування через портативний або комп'ютерний віддалений засіб. Зараз, останній раз, в Естонії, так проголосувало 77% виборців, і ми сподіваємося, що в нас є всі технічні можливості і шанси реалізувати це в Україні. Дякую за увагу. Дякую вам. Є питання про цього проєктів? Будь ласка. З приводу інспекціяції, знову ж таки, уявіть собі, що вам приносить 300 гривень, каже, ми сподіваємо тільки з мого паспорти, як ви розповіли? Значить, стосовно підкупних голосів, тут є механізми так само громадянського впливу. Це, ну, проєкт «Сховує паспорт папулі» або завжди на будь-якого політика знайдеться ентузіант, який заплатить 201 гривень. Політики будуть боротися за себе, а не за волю людей? Це питання розвитку громадянського суспільства. Ми для цього тут сидимо. Ще питання. Якщо, наприклад, не петиція, а от це вибори, як забезпечиться таянні філосування? Значить, на даний момент в системах голосування, які працюють в США, в Естонії, в Іспанії, коли ви ідентифікуєте свій паспорт через свій чіп, у вас є завжди опція або голосувати відкрито, або голосувати закрити через ID. Тобто вас ідентифікують за ID, але вас як персональні дані вашої системи не ідентифікує. Ви знаєте, що це ваш ідентифікатор, ви можете себе побачити в системі, як ви проголосували, але система не знає, що це 20 тисячів. Дуже дякую. Будь ласка, опустий наступний проєкт. Наступний проєкт має бути «Колективна безпека». Так, це Андрюшечка. А, трьома. І готується Social Good? Якщо коротко, наш проєкт, він складається з двох частин. Короткострокова частина – це приложення для мобильних телефонов, для смартфонов на разных операционних системах. Так называемая красна кнопка – кнопка SOS, которая должна работать как автономно, то есть там своим друзьям, родственникам или на секретный адрес электронной почты посылать определенный контент. І вторая частина може працювати в соединенній с сервером или несколькими серверами, туда посылати информацию о случившемся проєкті. І вже це диспетчерські сервери наших альтернативних государственних служб в допомогі людям, попавшим в біду, які можна розвивати. А вот, собственно говоря, це серверна частина, це серверна частина, це серверна частина нашого проєкта. Але сьогодні ми остановимося на части, яка касається мобильних приложений. Сейчас ми реализовали в Фейсбуці, создали групу, у нас вже готово техніческе задання, полностью сформуванне по этой кнопці SOS. У нас виложен открытый код, в который можно комментировать, редактировать, дополнять. Код на QT C++ написан, то есть фрозплатформенный, нам еще понадобиться помощь на этих программистах, поэтому ждем готовых побочных волонтеров или не волонтеров. В общем, это еще можно обсуждать, каким образом и какие сроки реализовать дальше этот проект. Смысл в чем? Есть смартфон. Желательно, чтобы была эта кнопка, лучше всего вывести на экран вообще блокировки, чтобы не доставая из кармана можно было ее нажать, или вывести на, например, зажатые клавиши громкости вверх-вниз одновременно, как это делается на Samsung. Дальше. Какие главные требования к этому проекту, к этой кнопке? Во-первых, точность определения GPS-координат. Если у нас в мобильную группу зашли не туда, то смысла в этом нет никакого. Второе. Это скорость определения GPS-координат. Если оно будет убить 15, 20, 30 секунд, то нас за это время могут успеть убить. Третье требование. Это у нас наглядность. То есть с GPS-координатами, когда вы идете по улице, и вам приходит смс с GPS-координатами, вы спрашиваете «вот и факт», да? Потому что вы не понимаете, что дальше с ними делать, или понимаете, но вам это крайне неудобно. То есть адрес должен отображаться еще и в букве на числовом выражении, та улица, номер дома, хотя бы поблизости находящийся. И желательно еще ссылка на карту, на Google-карту с меткой, куда можно провалиться и увидеть, где находится человек. Дальше. Помимо того, чтобы в таком виде передавать координаты на телефонные номера, на сервер, на e-mail, важно передавать как минимум звуковой сигнал в режиме real-time. То есть мы звоним на приоритетный номер. Если не дозваниваемся, то пытаемся дозвониться на следующий. Когда человек берет трубку, у нас включается громкая связь, но Гудков и его «Алло», там, а что ты мне позвонил, мы всего этого не слышим. И последняя функция, коротко скажу, это передача аудио-видео сигнала короткими файлами указанной нами продолжительности на сервер и на адреса электронной почты. То есть мы одновременно собираем доказательства, например, нашей невиновности, в том, в чем нас пытаются открыть. Окей, спасибо. Есть вопросы? Да, пожалуйста. Это все уже реализовано? Кросс-платформная часть реализована процентов на 50. Вот это то, что мы успели за эти два дня сделать. Мы ждем еще программистов в нашу команду. Я думаю, что в течение месяца, как максимум, мы успеем хотя бы для андроида, ну, как и для самого распространенного. Если подключаться программисты, которые помогут для iOS реализовать это, то и для Apple тоже можно будет это реализовать. Главное, есть четко поставленное ТЗ, которое может помочь любой программисту взять такой кусок и помогать. Окей, спасибо большое. Еще есть вопросы? Можно я? Пожалуйста. Вопрос. Вы в последнем предложении с вами говорили о передаче видео и изображении. Как вы себя представляете с нашим мобильным интернетом? Я себе это представляю с нашим мобильным интернетом таким образом, что определенные длины файлики сохраняются. Если они могут передаться, то они передаются. Если они не могут передаться, то у нас хотя бы передается голосовой контент. И файлики эти должны быть достаточно маловесными для того, чтобы оно пролезло через не слишком быстро интернет. Файлы остаются на устройстве, и если у нас устройство целое, то мы потом можем их оттуда вытащить. Или даже устройство не целое, но удастся добраться до чекла. Здорово. Спасибо большое. Аплодисменты. Следующий проект. Следующий проект. Социал Гуд. И готовится вам байкот. Подходите к нам, пожалуйста. Доброго вечера. Наш проект, он имеет социальное спрямование. И он относится очень многих незахищенных версий населения, которые живут в Украине. Сегодня в Украине существует, согласно законодательству, примерно 130 видов пиль. Для инвалидов, пенсионеров, воинов-афганцев и еще безвечей категории. Однако, есть маленькие, но они не часто знают весь перелик пильги, на который они имеют право. И, наверное, в том, что государственные органы не помогают им с этим. То есть, если мы зайдем на сайт Министерства праций и социальной политики, то, к примеру, из 15 видов пиль, которые могут отримать инвалиды первой группы, есть в перелику лише 8. То есть 7, где-то поделись, неведомо где. Держава просто не зацікавлена в этом. Саме потому мы понимали, что громадянское суспільство нужно взять на себя эту роль и создать ресурс, на котором будут собраны все пильги для тех категорій населения, которые имеют на это право. Відповідно, за останние 32 дни мы реализованы середею. И при ней держаникально расскажет Ангит. Я надеюсь, у нас осталось еще время. Я извиняюсь, я буду вещать отсюда из-за маленьких технических проблем. За 2 дня мы разработали готовое рабочее приложение, которое вы можете созреть с собой рабочее, можете перейти, и оно будет отработать. Что мы сделали? Мы реализовали механизм, во-первых, механизм поиска субсидий, которые нужны конкретному человеку. При этом, не делая заявляют. Первое, он знает, какой у него статус, соответственно, к этому статусу есть какие-то субсидии. Он с ним участник бюджет действий, нажимает и получает эти субсидии в список. Можете дальше перейти в ней детально, посмотреть, что там было детально, куда противники, какие-то проблемы заполнить, что нужно сделать. Второе, мы придумали механизм, но, к сожалению, его на конце не реализовали, в силу ограниченности наших ресурсов. Это если он не знает свой статус, то есть есть субсидии, которые не представляют ему статус, потому что он не охранячивается какими-то показателями. он выносит ему теории, которые для него актуальны, извините, для этого человека. При этом мы разработаем механизм как сериально работает, как кухня работает. То есть у нас есть статус помощи. Мы можем создавать статус помощи. Сейчас, для примера, очень быстренько. Убираем все это. Я очень рада. Сейчас мы создали. Уже создана новая помощь. Да, оба. Теперь создали категорию граждан, которая имеет право на эту помощь. И, соответственно, эти категории мы делаем привязку к детям. Эти категории, да. Собираем категорию. И выбираем две. Поэтому мы можем выбрать несколько. Соответственно, мы там создали, что вы создали, что мы внизу. Вот это. Такое красивое. Спасибо, как я говорю, с таким красивым названием. Так, где-то. Где-то наша мышка. Вот, создали его. И все, вот он справился. Нажимаем, и он нашел. Ура. Окей. Спасибо. У нас есть вопрос? Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ. АПЛОДИСМЕНТЫ. Это ваша работа про людей, которые используют пильги и могут этим пользоваться. Как вы думаете, насколько люди, которые используются мобильными додатками, насколько они могут пользоваться вашим сервисом? Как они в интернете себя чувствуют? Какой процент аудитории будет охотнений? И второе, вы не думаете, что, на самом деле, что за НАТО у нас, в стране, его приятных пильг и пульговые категории? Моя, собственно, думает, что нужно ее систематизировать, оставить какие-то, а что-то вискидывать вообще. И последнее, мы все имеем право на бесплатную медицину допомогу. Может, вы там тоже сделаете такой пункт, где все могут вернуться и написать, куда идти за бесплатную медицину допомогу? Что вы знаете, как у нас в стране есть цель? Спасибо за вопрос. Начинаем, давайте, с самого завершения. То есть это тот прототип, который мы встали сделать, за обмежение реально. Часто мы действительно планируем сначала придумать, какой алгоритм будет этой работы. Конечно, его можно обработать различными сервисами, дополнительно создавать какие-то шаблони, документы, что-то такое. Это, конечно, главная идея, червона нитка, на которой подальше будет развитие. Что касается второго вопроса? Ну, вы знаете, это, в принципе, мы рассматриваем, что есть проблема. Люди, которые имеют, например, если они ограничены в своих возможностях, они не всегда умеют пользоваться интернетом. Но, однако, мы рассматриваем перспективу в связи с общественными организациями, которые занимаются, именно, допомогой незахищенным верстам населения. Да не просто, вы можете, знаете, когда на дождь уже, как бы повесить, заходьте, вот тут и все пильги, на которые вы имеете право, но кто-то, возможно, сын зайде, может, внук зайде, кто-то бабусе допоможет найти все пильги, которые уже не есть. Спасибо. Спасибо большое. Следующий проект. Вам большое. Добрый день. Наш проект, который вы можете видеть на экране, называется вам Бойкот. Это сайт, который уже работает. Вы можете зайти и посмотреть. Сайт называется вамбойкот.ком. Мета этого сайта – это позволить организацию поддержки бойкотов с шляхом перетворения бойкотов на цикавий, социальный, багатий подъявный доступ. Бойкот – это метод бородьбы, который полягает в отмоге купить, найматься на работу, или работать с какой-то организацией. Если бойкот есть массовый, то он очень эффективен. Это очевидно. Компанія не может существовать без доходов, покупок, працовникам. Есть много примеров успешных бойкотов. Это, например, индийцы купить английские товары во время их борьбы за независимость. Даже в современной истории мы, возможно, этого не осуществовали, но решение Януковича про зупинку евроинтеграции тоже связано с загрозой бойкотов. Путин пригрозил не пускать украинские товары в Россию. И, другими словами, Путин пригрозил не пускать украинские товары. И Янукович, конечно, сразу сразу извлекался. Это грозило великими экономическими втратами. То есть, что Европа была готова эти втраты перекрыть. И почему Янукович не использовал себя допомогой Европы, это уже иное вопрос. Отже, если бойкоти такие эффективные, почему их так редко используют? Потому что есть проблема. Их очень тяжело организовать и поддерживать. Почему их тяжело организовать? Есть много причин. Например, нет альтернативного товара, который мы хотим бойкотовать, альтернативного товара очень дорогого. Даже если есть альтернатива и она не дорогой, то есть и другие проблемы. Проблема отсутствия информации про прогресс бойкот. А если вы решили эту проблему, мы создали сайт вам бойкот. На этом сайте человек может зайти, приединиться к бойкоту, который уже есть. Он может создать новый бойкот. Мы присоединились только правильно к бойкоту на Трабанк. Мы можем сразу поделиться на Facebook. Все мои друзья будут знать, что я присоединился к бойкоту на Трабанк. И сразу кликнуть на линк. И поделиться, что... Ну, перейти на этот бойкот. Видно подписи. Есть два подписи сейчас под этим бойкотом. Можно ставить комментарии, можно делать дискуссию. Досвід стає цикавым. Правильно? Досвід стає социальным. Можно шарить все, делиться с этим на Facebook. У нас уже обрезали. Так, ну я просто... Докумаю. Докумаю. Так. Люди самі. Тут може є кнопочка «Створити бойкот». Давайте зараз створим бойкот. Давайте створим бойкот. Я буду розказувати, а давайте створим бойкот. Я пропоную... Я пропоную забойкотувати ПЦЕПЕР. Так, тоже популярная для бойкотов. Следующие. Молодцы. 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 Я пришел на какой-то магазин и написал бойкот. Как вы защищаете компанию? Честная? Ну, честная. Это хорошее вопрос, но это нечестный бойкот. Я считаю, что нечестный бойкот просто будет непопулярным. Ну, добрый, вы создали бойкот, но большинство людей знает, что это хорошая компания. Они просто не будут это поддерживать. Компания также имеет возможность рекомендовать. Скажите, пожалуйста, при достигнутом каких показателей вы можете сказать, что ваш проект действительно успешен в социальной сфере Украины? Ну, я думаю, что если... Какая кількасть людей вы должны понимать? Скажем так, сколько в Киеве людей не поддерживают партии Родионов? 85%? Ну, я им отвечаю. То есть, 3 миллиона людей в Киеве, если приедутся к бойкоту, то эпицент сразу закрывается через месяц. Правильно? Ну, это я просто сам пораховал только что. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У вас логин через Фейсбук поломался. Да, я знаю, вы не будете, вы вводите. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы расхаривалися на сайт, чтобы вас, от центра или натрабанта, вы расхаритесь на дизайне. У меня в России прописано, что мы постоянно перекочиваем, мы не будем делать это или иначе. Мне нужно додать документальные подтверждения, что это или иначе фирма, она точно региональность. Обовязково. Когда вы создаете бойкот, там есть условия снятия бойкотов. То есть вы там пишете, когда вы за эти условия снятие бойкот, из каких причин этот бойкот существует. То есть вы тут можете дать линк на какие-то подтверждения, на сайт с документальным подтверждением. Окей, дякую. У нас будет приятно, пожалуйста. Добрый вечер. Я буду на русском языке, мне быстрее я так разговариваю. Смотрите, мы сделали сервис-траблер, аналог Рос-Ямы, Укра-Ямы, но с украинским акцентом. То есть где мы выделили все направления, которые могут быть проблемой. Это торговля, строительство, военные состояния, дороги, велозоны, ЖКХ, другое. Выделено все. Есть возможность русского, украинского, английского языка с переключением. То есть мы сделали ланг-файлы, которые у нас разделены на пользователей. У нас добавлена карта проблем сверху, где мы можем посмотреть, где находится проблема на карте на данный момент. В каком инвент-центре главный просьб. Можно при открытии события второй просьб. Можно просто открыть. На самый верх. У нас проблема, это фотография с места проблемы. То есть в данном случае это отсутствие тротуара на улице, который действительно у нас отсутствует. Сбоку, наверно-верно. У нас есть действия расшаринга, действия голосования, где срок выбирается, если есть минусовый рейтинг. Ключевые слова, обращение к власти, ответы на обращение к власти, возможно, ответы юристов, либо представителям каких-то сил, ниже прокрутируют. Есть у нас замерки, у нас есть карта, где привязана локация к конкретной проблеме, ниже прокручивают. У нас есть комментарии, где можно добавить, то есть комментарии через любую социальную сеть. На самый верх, поднимись. А, вот, управление. У нас есть уже админка, где есть пользователи, посты, жалобы, добавить, и спосты, кто ее добавит. Добавить самая элементарная форма, это проблема ключевых словах YouTube. И заливка фотографий, либо указание адреса, адрес может браться сразу с фотографии. Есть мобильная версия, сайт уже рабочий, вы можете все дойти, посмотреть, как он работает. Как подписировать YouTube? Пожалуйста, пожалуйста, как вы доставите чиновников реагировать на вас информацию? Мы не совсем чиновников, мы в первую очередь агентируем на то, что у нас отставляет кто-то пост. У нас есть возможность прикрепить жалобы, которые может сам пользователь отправить, либо другой пользователь, зашедший на этот ресурс. То есть, у вас волнует проблема, вы отправляете ее друзьям, отправляете себе, расшариваете. Есть возможность прикрепления документа, есть возможность ответа к прикреплению на этот документ. Окей, а кто будет решать эту проблему? Сами люди, то есть, общей массой. А с вами задавать? Нет, отправлять обращение, искать, кто эту проблему может решать. Ребята, служба 1151, знаете? Знаем. Вы только обратитесь к ним и добавьте свой исполнительный чат. Проверяли когда-нибудь эту службу? Можно в течение полугода отправлять им заявки, а не просто их не реагировать. Это исполнительная власть. Дайте им возможность пользоваться вашими инструментами, и вы получите исполнительный. Сайт работает не только в Киеве. Да, он работает, кстати, на все регионы, не только на Киеве. А что вы сейчас делаете? Вот, собственно, вот это вот и сделали. У нас был набросок общего вида, как бы, на сайте, и была приблизительно набросанная концепция. Ура! Ура! Я просто ничего назову. Идея вам тоже делал, что вы правили пару года назад. Люди сообщают, но никто ничего делит. У нас не только дороги, у нас все проблемы связаны. Ну, так, тут в том, как вся проблема, что некому решать. Да, 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 да. Можно подразумевать правительство. Окей, еще три, под три подразумев. У вас нет категории проблем под названием правительство. Можно направить? Да, дальше. Называется JavaScript-трейнер для тех блочек на волне стоит. Как называется JavaScript-трейнер для тех блочек на волне стоит. Как называется? Храще потом подавайте. Следующая разница. Я не понял, как я сделал какое-то обращение, готовый шаблон, куда я его буду отправлять, и как я получу ответ, и насколько эффективно будет вот это? В первую очередь вы освещаете события любой проблемы. То есть вы отправляете проблему... Дело в том, что все проблемы, которые у нас есть, мы не видим решения, потому что мы не знаем, каким образом их вручать. Если алгоритмы эти завести сюда, то... А это следующий шаг, это привлечение юристов, разработка юридических свободов и лоббирование, извините, интересов граждан по конкретным вопросам. И эти алгоритмы распространять можно любым методом, в том числе и прописать четко на сайте, дать шаблоны юридических обращений и на этом решение. Люди должны знать, каким образом отстаивать свои права. Они не имеют этого функционала. Те, в основном, можно дать руки. Я на дороге, я не могу сказать, что я на дороге. Как? Извините, пожалуйста, можно вопрос? Да. Да, 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 да. То есть, насколько я понимаю, этот сайт – это возможность заспамить юридически правильно оформленные... Вот, вот, именно, именно, именно. Не заставить их действовать. Нет, заспамить – это уловая нам, ребята. Ребята, давайте... Мы можем отшать два запросений, и потом мы даем копию всех этих запросений, которые будут присутствовать. Время за вашей. Откручивая ваша. Откручивая ваша. Откручивая. Время заставить! Это большое. Время заставить! Да, наши. Время заставить! У вас есть нормальное название, которое отражает суть – кейкстаттер-лавочка. То есть мы хотим создать кикстантер, который позволит людям строить лавочки вокруг своих домов, в том числе другие какие-то мелкие объекты. У нас люди не привыкли работать сообща, и у них там часто акционная комборка заканчивается дверью квартиры. А лебедя говорил о том, что вот, к сожалению, почему подъезды такие грязные, потому что это уже не наше. Мы решили сделать проект, где человек, зайдя в наш проект, может увидеть, какие проекты рядом созданы людьми, и поделить деньгами, поспонсировать создание этой лавочки. При этом мы решили, вот так выглядит. Реально у нас на момент старта не было ничего, даже когда писали мы там в начале, и по факту у нас есть два сайта, просто можно посмотреть, два логотипа. Один из логотипов, вот этот логотип рисовали донецкие ребята, Moonraker, огромное за ним спасибо, молодливо, рисовали сегодня ночью. И по факту, зайдя, вы видите проекты, вы можете отранжировать их по тому, по этому проекту, допустим, кто-то строит памятники, кто-то детскую площадку, кто-то место выглаз собак хочет организовать. И после чего спортируете, вот так выглядит iOS-версия. Несмотря на то, что у нас в команде один из сильнейших программистов под Android, кстати, который написал, кто знает, СОС-приложение для журналистов для Украины. Но пока у нас есть только оба занят доработкой ночью этого сайта, поэтому Android-версии пока нет, есть только iOS-версия, где вы можете, нажав здесь, просто убрать или включить категорию тех объектов, которые показываются здесь. Пока связка между вабинным приложением и сайтом не работает, сайтов у нас два. Один из них, спасибо огромное, остался Сергей Кириллов, тоже ночью. Китит работает, ретаряйка. Ну, то есть, Владислав, один сайт на бетоне, один на открытой платформе, ну, вот как бы и все. Спасибо. Китит, если она поднимается, подержит, ну ладно, аккуратно, там и седло. У вас структура, у нас такая штука. Какая платежная листья тема и как я мог бы быть уверен, что мои деньги подтвердили? Кититовная система лекарствы. Да, вручая аминскация противороскеварных систем. Я уверен, как бы, не так же, как на китистаторе, как бы, если поделишь, вручая аминскация противороскеварных систем. Ну да, если деньги структура, то деньги возвращаются. Деньги человек не получает, пока не соберешь полностью. Это китистаторе, да? Дальше, еще вопросы. Все вопросы нет? Все будем строить лавочки. А скажите, если нет возможности помочь, и каждое предложение есть, хочется помочь. Вы как... Ну, как китистатор, то есть, можно писать в комментариях, что вот я готов участвовать, или там, может, будет, ну, как через обратную связь, можно договориться и помочь. Мы хотим еще ввести базу тех людей, которые исполнители. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Аплодисменты. Ну, собственно говоря, мы где-то до какой-то степени отвечаем на вопрос, а что делать, если вам, за ваш проект, не платят денег. Наш проект посвящен тому, что если у вас есть идея, причем эту идею вы можете генерить, ну, любители поговорить могут генерить идею, любители поговорить и сделать могут эту идею довести до воплощения. То есть, кстати, я предлагаю тем проектам, которые где-то родственные с нами, когда, ну, вот мы не так быстро сделали сайт, мы его поднимем, поменяться баннерами и строим какую-то партнерскую сеть, потому что наш проект рассчитан на то, чтобы идею воплощать в жизнь. И это может быть... Лавочка. Лавочка, да, кстати. Мы там лавочку делим пополам, потому что мы ее обсуждали на процессе раздела этих проектов с Алексеем. Итак, есть название идеи. Хочу лавочку. Вот там хотят. Значит, что я могу? У меня есть идея, о которой я хочу поделиться, узнать ваши к ней отношения. Эту идею можно рейтинговать, и тогда идея, набравшая наибольший процент социально активной, она движется вверх. Да, или... да, да. Регистрацию идеи я регистрирую с описанием. Я могу какую-то чужую идею, мне нравится эта идея, участвовать в ней либо деньгами, либо разработкой этой идеи до приведения ее в состояние рабочей, либо я принимаю в ней участие. Ты делаешь то, что я готов поддержать, давай делай это вместе. То есть этот принцип тоже как бы лежит в основе. Я иду по улице, но тут мы где-то корреспондируем со следующим проектом. Я вижу идею, я эту идею могу запустить. Спасибо большое. Вопросы? А чем это отвечает от полу к этой идее? Это малая. Малая. Мы... Что мы делаем? Мы берем идею и не только... Как сказать? Берем за ней деньги, да? А мы эту идею реализуем с помощью ресурсов, которые у нас есть, которые мы можем собрать бесплатно. Ну, у кого-то есть гвозди, да? То есть мне за то, чтобы сделать лавочку... Понятно, да? Еще вопрос. А что вы записали? Как? На чем вы писали? Коль, на чем мы... Я, Лена Никлодор... На Яре. На Яре. На Яре и есть мобильное приложение уже... У вас еще вопрос есть, пожалуйста. Будут ли как-то моделироваться идеи? Потому что в данный момент у нас может быть несколько сотен тысяч идей на вашем сайте. Как это? Смотрите. Идея, да. Идея может быть повиснуть, повиснуть, кто-то запостил, там, хочу на Марс, да? Ну, пожалуйста, пусть продолжает хотеть. Или идея построить лавочку. Эта идея может получить воплощение, да? То есть мы вешаем идеи, которые есть, да? Доводим их до проектных идей, создаем проектные команды, воплощаем идею до кейса. Причем особенность этого проекта предполагает, что идею мы описываем, и потом эта идея, которая реализована, может быть подхватена с какими-то изменениями кем-то другим. Но вот у нас есть конкретный проект, то есть мы сначала в офлайне собрались, и в Омконцентр собрали картины бесплатно, да? Кто-то сейчас в Киевском концертном, кто-то хочет эту же идею, идею для больничных, картина для больничных баллов, называется «Краски жизни», реализовать в ПЭРКОМ. Ну, вот поэтому, в принципе. Мы не успели показать, есть мобильное приложение, уже практически работающее, единственное, осталось его прикрутить к сайту. Спасибо. Окей, спасибо большое. Следующий проект «Кирилл ТВ-2-0». И готовится «Кирилл ТВ-2-0». Нет, сперва, с живым. Готовится «Кирилл ТВ-2-0». Да. Здравствуйте, еще раз. Второй проект, который я сегодня представляю, как бы ради него мы представляли и выходили сюда. Он основан на том же движке Траблера, который мы видели перед этим, но полностью переделан в новостную часть, где есть новости, где есть как бы основная часть. Но Светлана расскажет точнее, что у нас в дальнейшем будет с этим пришло. Дело в том, что мы планировали сделать открытую гражданскую платформу гражданской журналистики. Вот. И слава богу, что так случилось, что в первые дни Майдана познакомились с Богданом. И теперь, я думаю, что эта платформа еще открытой тебе станет. Вот. Так стало, что... Так случилось, что мы... Ну, так сайт наш, главная страница, выглядит сейчас немножко. Правда, почему-то у тебя на компьютере поплыл. У нас много стримов на данный момент. Но все это делаем мы самостоятельно. Но алгоритм, каким образом запускать видеомовости, мы обучаем людей. И благодаря этому алгоритму мы делаем телемосты, как мы это называем, между разными городами. Там с первых дней Майдана еще до 30-го числа мы объединяли Майданы Мюнхена, Берлина и Киева, и Ангурдама, и еще многих городов мира. Но мы всех обучаем, как делать стрим для того, чтобы вы сами стали репортером. И такую платформу, чтобы еще вы сами и писали новости, и это все объединение такой... Открой свой траппель. Ага, мне первое. Да. Вот как объединить это? Это процедит платформа, которая, я надеюсь, это будет достаточно быстро доработана и вживлена в то, что есть на данный момент в перенабачении. То есть мы еще более открыто, спільно будем творить. Большое. Спасибо большое. Спасибо. Под данный движок уже сделаны Android и iOS-приложения, которые, в принципе, я могу дать кому интересно посмотреть. Поезды? А установить дадите? Могу, в принципе, дать после презентации, чтобы не отвлекать. А, да. Не все сразу. Я готова. Какого дефинансирования в перенабачении вы видите на нашу шагу? Ну, на самом деле, мы устойчиво гражданский проект, мы не принимаем большие финансирования по одной простой причине. Мы не принимаем финансирование политических партий или политиков. Мы есть гражданская платформа и поэтому, ну, возможно, дают им, но я не думаю, что они решат проблемы даже наши техники. Вот, пока что мы финансируемся только гражданами. То есть свободной донейшинс. За отсюда. Следующий проект. Сошел. Валера. Да, добрый вечер всем. Смотрите, мы смотрели сегодня только же политический корпус. Вот наша команда находится, наверное, где-то с позиции Бахат-Маганди, да, Батер-Бутер-Нима. Мои, ну, наши, наши интересы были направлены на поиск такого не, значит, деспроты, вот такого не, скажем, деструктивного, а на поиск инструмента такого очень доброго строительства новой системы. Поймите, ведь у нас есть все средства для того, чтобы создать новую страну. И для этого нам осталось только один, сделать небольшой инструмент, очень качественный, если можно. Смотрите, ведь мы понимаем, что социальные сети имеют ряд преимуществ. Это очень быстрая связь внутри сети, очень быстрая передача идей, очень классных смыслов. То есть, если я генюю красивую идею, я получаю распространение. Но что получается? Мы находимся в темной комнате, которая, луч света, через которую, зависит от количества наших френдов и групп, в которых мы находимся. То есть, грубо говоря, о какой-то проблеме и инициативе я сообщаю случайному количеству граждан. Это скорость, это хорошо, но низкий КПД и изменение реальности. Мы будем вводить очень интересные новые интернеры. Насколько я, например, отношусь к реальности в определенной игре. И я попробую вам дать возможность помыть, поручитать немножко. И как бы объяснить, как будет работать этот инструмент, о котором мы говорим сейчас. Смотрите, мы расширяем возможности стандарта. Например, если все знают SportsPay, давайте немножко расширим функции чекина. И дадим возможность гражданину объявить об объекте, либо же ситуации, как о неком объекте виртуальной реальности, в которой есть определенные свойства. То есть, это объектно ориентированное изменение реальности. То есть, если вы меня поймете, да, вы, возможно, будут вопросы, да. То есть, мы задаем вот этому чекину определенные свойства. И у каждого гражданина будет этот инструмент. Под эти свойства мы можем получить отзыв общества или же другого гражданина. Это в реальном времени, на глобальной, многоуровной, ну, многоуровной, грубой, если нет. Примерно так. Если можно, еще одну секунду. Ну, в принципе, здесь принципа, да, это... Я делаю уже, да? Да, мы сделали слайд, мы расширили возможности у Шахиди. И сделаем сейчас, с принципа, попробуем сделать первый тестовый замысел виртуального магазина, которому необходим работник, для того, чтобы он... У которого есть вакансия работника. Сейчас мы попробуем сделать это. То есть, в определенном месте, у нас нет, пока мы с ними реализовали приложение, нам было бы на iPhone, но принципа, мы сейчас поймете, то есть... Это очень круто, вопрос. Да. То есть, вы будете строить эту реальность очень красиво, соединяя виртуальную и реальность. Здравствуйте. Я вам и вам показал то, что распространение получает новости не только хорошие, но и всякие вбросы, и все подряд, и количество мусора просто нереально. А ваш сервис предлагает его еще больше расширять. Так, если с ним будет хорош. Смотрите, все очень просто. У вас есть такой же выгод, как, например, в Форсфене. Вы занимаетесь модерацией. Проверьте, деструкцию вы будете пресекать. Более того, в сети социальной, если вы сейчас запустите как-то деструктивную идею, вы сразу же получите негативный отзыв своих друзей. Примерно так. Да нет, так это не работает. Кажется, ну, постят все люди, и мои друзья, в том числе, Критя. Ну, конечно, если вам это будет интересно, вы будете находиться на этой волне, на этой карте. Это многое, вы, если кто понимает, ну, вы не понимаете точно, это госфера бюргатского в чистом виде. То есть мы попробуем ее реализовать. Примерно так. Это очень глобальный проект. Я понимаю, что это не проект как Атона, но вы вынуждены об этом сказать. Еще вопросы есть? Вопросы? Окей. А, да. Тут я уже говорил, что тут нужно, для того, чтобы система работала эффективно, можно действительно ответственность всех пользователей этой сети. И чтобы мы знали, что это не полайкает, не заранее подтверденный, не стоянный факт, обязательно это нужно регион не снижать и вообще будет исключение. Абсолютно. Абсолютно ответственность. Смотрите, вот сейчас, вопрос ответственности в социальных сетях сейчас, не стоит по одной простой причине. Потому что мы понимаем, примерно, влияние негативного поста на те события, которые будут происходить. Здесь же влияние негативного объекта, в котором, который захочется создать способ, очень великое. Поэтому ответственность здесь очень важна. Спасибо большое за вопросы. Аплодисменты. Следующий проект. Страик Местя. Да? Я не готова? Снимайте. Вау. Всем труднее. Страик Местя. Страик Местя, это гео-сервис, на котором позначаются, окей, тут вы можете видеть, разные офисы, административные будильные, также будинки, дачи, ты куда? Водинки, дачи и маятки людей, чиновников и различных таких интересных мест. Вот, раньше мы были на углу картах, но они уже обмежены. Например, мы не могли бы бачить полный список. Також, сейчас не видно, но есть на самом деле по категориям фильтрация, где есть поиск по ключевому слову. Покажи поиск. Також, мы добавили возможность добавлять место юзера. И потом, если администратор это все оправдывает, то оно появляется на карте. Так, далее мы планируем еще обозначать какие-то политические акции, которые будут проводиться, и вообще такой гео-сервис для Майдана. Все, что нужно, чтобы было обозначено на карте. Все. Спасибо большое. Есть вопросы к проекту? Еще есть вопросы, ребята? Нет вопросов? Спасибо вам большое. Следующий проект – это классы в интеллект-экономика. Верно все, да? Есть? Это проект. Есть, да? Ждем. Не рассчитано на презентации. Не рассчитано на презентации. Продолжение следует... 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 что делать оппозиции, нужно ли надеяться на помощь третьих стран, подобного рода вещи. Мы решили сделать посадочную страницу и распространить эту книгу, так, чтобы люди могли на новогодних праздниках систематизировать свои знания, после Нового года более активно и более системно действовать, и главное, понимать происходящие процессы. На этой странице можно прочитать книгу. Книга также представлена в куче разных форматов. Мы сделали там для айфона, для андроида, для всяких электронных читалок. Можно распечатать книжку и принести копию, войти на Мэтт. Они там согласились раздать это на Майдане. И сделали даже такую красивую обложку. Так что заходите на сайт sprotiv.org, качайте книжку, печатайте, шарьте, распространяйте эту информацию. Спасибо. Вопрос. Вопрос. Вопросы. Я ничего никого не вижу. У кого есть вопрос? Поднимите ручки. Так, поехали. Книжка очень хорошая. Ну, то, вопрос. Как насчет авторских правов? Вот. Макс, а про вторую страницу книжки, пожалуйста. Мы закруглили. Мы закруглили. Все материалы, содержащиеся в настоящей публикации, являются свободно распространяемыми и могут воспроизводиться без разрешения автора. Вы можете приготовить видеоверсию типа комикс. Мы долгие тексты, а вы понимаете... Я понял, да. Я понял. Ну, смотрите, что мы сделали. Вот Макс сделал в Facebook страничку и там уже в расписание закинул кучу цитат. И там маленькие отрывки публикуются раз в день, раз в три дня с картинками. Ну, смотрите, если нам кто-нибудь поможет, там из аниматоров или из иллюстраторов, мы с удовольствием это сделаем. Куда кликнуть, чтобы открыть Facebook страничку? А я не слышу вопроса. Куда кликнуть, чтобы открыть Facebook страничку? Ну, куда-куда. Лайк. Лайк, он слева. Нет, ну, в смысле, как страничка называется? Вот здесь вот. Лайк, надеюсь. Ну, ты в Орк заводим и лайкаем страничку. Окей, еще вопросы есть? Есть. Там просто по поводу визуализации, на самом деле на Ютубе очень много сюжетов, нарезок, по конкретно взятым главам, где-то эксперты рассказывают, как эти иллюзовались теми иллюзовались со всеми, как бы, ну, поэтому вы можете просто поискать и прикрутить. Окей, спасибо большое. Мас, у тебя есть вопрос? Нет. Еще есть вопросы, ребят? Окей, спасибо большое, аплодисменты проекту. Спасибо. Спасибо. У меня маленькое объявление, но в самом деле я уже с несколькими участниками, как она уже и говорила. Объявление, первое. Насколько я есть координатором сейчас Викторитого университета Майдана, победители, а может быть, пять лучших проектов с Хакатона, завтра в пять часов презентация на Викторитом университете Майдана. Ну, номер два объявления. Смельноджение делает сейчас больше десяти языковых версий на разных языках мира. К сожалению, мы не успеваем перерабатывать сайт, нам нужны дизайнеры на тут-таке, на фейсбук-страницах. И мы решили для того, чтобы быть более оперативными с одной стороны, с другой стороны, объединить граждан, которые хотят другое медиа, предложить этой тусовке, которая сейчас сидит на Хакатоне, например, после 14-го января, собраться на Хакатон, который будет звучать так, какое медиа нужно гражданскому обществу и вместе его создать. Так, еще готово? Черити? Сейчас, секунду. Давайте, дождем, дождем. Последний проект, да? Да, последний проект. Всего-то. На следующий актер, именно справились. Желаю удачи в выступлении. Всем привет, меня зовут Ваня. В отличие от всех предыдущих проектов, мой проект будет немножко аполитичным. Хотел задать вам вопрос. У кого из вас дома есть вещи, которые вы уже давно не носили? Или, например, игрушки ваших детей, которые вы уже никогда не будете использовать? Поднимите руки. Окей, хорошо. Но на самом деле почти у всех. О чем этот проект? Два месяца назад мы провели такой себе эксперимент. Автор этого проекта, Виктория Бондарь, запустила в фейсбуке месседж. Что она заедет к каждому из вас, заберет ваши вещи и даже привезет печенье. Только вы его соберите, эти вещи, и отдайте. Вот. 84. Это количество людей, которые согласились отдать это после этого месседжа. Да, 600 килограмм вещей мы собрали, развезли вместе с ее друзьями. Де друзья активно подключились к этому. И за 20 дней все эти вещи были доставлены в один из центров Капитас. После этого мы поняли, что нужен инструмент, который бы помогал этим людям, которые готовы помогать, которые готовы нести вот этот вот свет, да, и помогать детям, помогать бездомным. Сделать инструмент, который бы их совмещал. Вот. Сейчас я бы хотел продемонстрировать, как это сейчас работает. Есть сайт, мы сделали его немножко раньше, на этом хакатоне мы его доделывали, фиксили баги. Вы можете зайти на этот сайт, зарегистрироваться через одну из сетей, например, через Facebook, у всех тут, я думаю, есть профиль там. Грузится. Ну, окей. Да. Вот, вы заходите. Там было две надписи, в мене є речи, и я можу, и в мене є машина, да? Да, и в мене є машина. Тобто у вас... Ай-яй-яй. А вас дивайся, давай, зайдемте вопрос. Значит, вы регистрируетесь, здесь заполняете форму, и вы появляетесь на карте. Следующее, что мы сделали, мы сделали аппликейшн, потому что, я думаю, у всех здесь есть смартфоны, и через эти смартфоны вы также можете зарегистрироваться. Вот, точно такая же аппликейшн. Так, окей. Вот. И помогать, 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 помогать. Я бы хотел, чтобы вы сегодня подумали об этом всем, и когда придете домой, сохраните эту ссылку, сейчас, charity.org. Окей, а вопрос? Есть вопросы проекту? Ребят? Вопросы? Есть желающие поделиться вещами? Как часто на движениях? Отлично. Записывайте ссылочку, сразу же. Записывайте рейн и регистрируйте, все, за работой. Спасибо. Окей, здорово, спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Нашелся переход, а главное – это мастер. Так, сделаем красный мастер. Теперь что, вопрос? А можно представить проект, которого нет, к сожалению? Прямо оттуда, да? В принципе, можно и отсюда. На самом деле, есть настоятельная необходимость вот в чем. Существует пятая, по праву, пятая, снижение институции Украины, которая говорит, вы все знаете о том, что источником платики есть на уровне. Не существует механизма реализации этой власти. Не существует понятие, что такое на самом деле народ и какую цифру народ у нас помещается. Да? У нас есть одно место в законодательстве Украины, где можно понять, что на такой город и какая же это на самом деле цифра. Я вам предлагаю все-таки, ну, это больше похоже на начало какого-то длинного рассказа, нежели на результат сахара. Но я просто, да. Увидите. Если можно, давайте просто так мы закончим. Да, собственно, Даш, следующее, мы подошли к каналу нашего Хакатона, и сейчас мы должны определить, точнее не мы, а мы должны определить три проекта, которые вам понравились больше всего, и которые вы считаете самыми интересными, самыми перспективными, которые получат любое признание и даже призовую фону наших партнеров и спонсоров. Работает это следующим образом. То есть мы по очереди голосуем за каждый из проектов, и если вам проект понравился, вы поднимаете руку, если не понравился, вы не поднимаете руку. Вы можете голосовать за каждый проект, да, и не дайте ни права своего, ну, да. Соответственно, если вам понравилось 5 проектов из 18, вы их 5 раз поднимаете руку, если больше, то больше, если меньше, меньше. Вопросы есть? Да, да. Чемпля комиссия будет тряга онлайн. В первом эфире. Иди на твой год. Поехали. Ну, начнем, наверное, с чарити. Да, садим, садим. Или нет? Да, хорошо, окей. Геймми лихт бюртнет. Ребят, поднимите, чтобы мы... Это там, где машинку можно было попросить. Там, где машинку можно было попроситься, довезти, и вас довезут до Майдана. Да, вот так было написано. Поехали, поднимай руку, кому понравится проект. Так, и держим. Так, отлично. Садим. Садим. Пятнадцать. Вещи, пятнадцать. Да, 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 пятнадцать. Да, не так, не там, не там. Вдень. Откорупка. Вдень. Исим, Вау. Предпитался. Предпитался. За карпалар вывезти, пока не поздно. О, поликопос. О, поликопос. Я смотрю. Отпустай, отпустай. Не считай зеленого отриза. еще раз поднимаем там где были 4 квадрата квадранта и вставить мало мало да я в программу 33 на счет двойной пересчет ну плюс минус 33 33 33 честно все справедливо паспорт товарищей треба носить с тобой три волос три волос да фейсбук приложение фейсбук приложение да и там спасибо и рейтинг по спасибо да да рейтинг по спасибо и и депутатов так и 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 38 и 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 Страйк-мистя. Поднимите, пожалуйста, кто это? Страйк-мистя. Кто делал? Вставайте, чтобы вас видеть. Ага. Как на моездке? А? Как на моездке? На как мы не собираемся страйковать? А, леса, телефоны, яхты, место, сборка. А вот эти ребята, страйк-мистя, вспомните еще на брейк, да? Голосуем. Страйк-мистя. 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 Неживой. 25. Прайк-мистя. Мы не забудем, где-то... Классер интеллект с экономикой. Три, три, четыре. Четыре, пять, шесть. Шесть. Окей, шесть. Пиши сеть. Руководство по ненасильственной борьбе. Покажите, пожалуйста, нам. Так, книга. Книга, которую будем расшаривать и распечатывать. Уже скачали. Что? Уже скачали. Здорово, отлично. Итак, читаем. Считаем по числу скачиваний. За мной. Это тогда мы победим. Коля, баба. За корочку. За корочку. А там Байконт есть книжки? Да, да, да. Ребят, у нас разработка Аж в десятку. Давайте еще раз. Извините, да. Итак, все сейчас подняли руки, кто за руководство в насильственной борьбе. Держим. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДмаTorzok ДимаTorzok Планы. Допилить клиентскую часть, чтобы она работала на всех популярных устройствах. Выложить ее код в открытый доступ, собрать команду по ее развитию. Допилить серверную часть, выложить в открытый доступ, чтобы протокол общения был открытым и стандартным. Можно? Перевожу на русский язык. Перевожу на русский язык с программистского, это моя пожизненная функция. Я думаю, первая часть спича была понятна, теперь по поводу второй части. Мы хотим добиться того, чтобы любой диспетчерский центр, который готов оказывать помощь в любом городе, или даже несколько диспетчерских центров в одном городе, могли работать на единой платформе по единым алгоритмам с помощью нашего движка, который мы пропишем в глазах. Круто! У нас ценный финансовый приз. Собрать онлайн-команду для фактической реализации помощи. Записывайтесь. Да. Записываться можно хоть в группе. Спасибо. 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 Спасибо большое вам! Спасибо большое! Ура! 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 Более! Давайте соберемся и хакнем информационное пространство и сделаем так, чтобы все граждане имели возможность делать свое медиа, свои новости и сделать это на единой платформе. Тогда мы действительно будем иметь свою реальную картину мира в Украине. Нам всего лишь на всего надо заработать это с пильного. Аплодисменты. Аплодисменты. Вот это Кайло Бомбель, о котором я расталкивала. Добрый вечер. Спасибо большое за то, что ребята представили проект. На самом деле я ничего не сделала, потому что я просто предложила, а все люди собрались и решили это сделать. А ребята сделали сайт, поэтому они молодцы. Поэтому с первым местом поздравляем мы. На самом деле, я работаю в украинской бирже богачительности, которая на сегодняшний момент первая и самая успешная фонд-рейзинговая площадка в Украине. В ней 6 назад мы собрали уже 10 миллионов июнь на разные социальные и грузовидные проекты. Я хочу сказать, что мы работаем со многими партнерами по всей Украине, благоприятными фондами, и, наверное, 80% из них созданы энтузиастами. Это не то, что над какими-то тетями, дядями, которые решили создать благоприятный фонд для того, чтобы в нем зарабатывать. Нет. Это молодые люди, врачи, волонтеры, программисты, которые просто хотят сделать эту жизнь немножко лучше, чуть-чуть, в меру своих возможностей. Это независимо, это социальная сфера, это помощь детям, животным, информационные технологии, сайт, который помогает находить, восстановлять детей, электронные карточки для деток, которые потерялись. Это абсолютно не важно. И мне очень радостно, как человек, который проработал уже год в фонд-рейзинге, видеть, что наконец-то в Украине новые технологии, IT, интернет и прочие умные слова начинают работать на благо. Начинают работать на создание не только каких-то полезных сервисов клевых, но и на улучшение жизни в общем, улучшение социальной сферы Украины. Вот это очень круто. И я желаю, что каждый из этих проектов, независимо от того, как он трансформируется в будущем и во что, чтобы обязательно помнил всегда все-таки первоначальную идею, чтобы деньги уравновешивали ее. Но никогда не выходили все-таки выше. Это самое главное от таких проектов. Мы как большой, уже состоявшийся онлайн-проект решили сделать небольшой подарок для всех, которые тут два дня мариновались. Он ждет вас всех наверху. Ну, вы понимаете, да, ребята, что вы правильно право управляете? Нет, это не степень. Вот, там прямо так и написано. Самый лучший хоккал. Вот, все. Самый лучший в проекте, да? Нет, это все. Я не знаю, что сказать. Добрый вечер. Меня зовут Владимир Компаниц. Я представляю организационный комитет Евромайдана. Я один из организаторов Евромайдана, которые с 20-го числа стояли на Майдане. Я отвечаю как раз за эти направления, то есть за социальные сети. Да. Ну, не я, у нас команда людей. То есть у нас там порядка 10 человек. Да. То есть нам в Майдл сильно помогают ребята с Facebook. Они вчера приехали из Калифорнии. Мы с ними вчера встречались. Дали там от нас открытки фирменные. Также все победители завтра получат от нас фирменные открытки с благодарностью от организаторов Евромайдана. То есть это... Что-что? От странговского. От кого? Йоха от странговского. Да, у нас официальное разрешение, легально, все честно. И плюс мы гарантируем продвижение через все свои официальные веб-страницы. То есть в Facebook 167 тысяч подписчиков. Ну, и в дальнейшем мы способствуем. Глуб за данные. Спасибо. Круто. Я думаю, нужно поблагодарить всех еще раз. Начать с нашего гаранта Виктора Федоровича Януковича. Кто говорит, что наша власть не разбирается в эти, смотрите. Это проект, а все, и все такое. Да? Да. Умеет, умеет, да. То есть я, ну, я что-то хотел сказать. Слово благодарности. Евро Майдан – это круто, Айти Майдан – это круто, Часокус – еще круче. Даша, молодец. Спасибо всем, что вы пришли, что были здесь целые сутки, работали, спорили, пили кофе, выдавали идеи. Я думаю, то есть, ну, никто не ожидает, что за день можно там изменить всю страну, да? Но, как бы, из каждодневных таких усилий, из работы, рано или подно, вот все эти маленькие-маленькие изменения, они, наверное, набирают практическую маску и меняются что-то большое, и вот дороги этого, собственно, тут и были. Поэтому всем спасибо. Я бы хотел еще сказать огромное спасибо организаторам этого хакатона, потому что за последние полугода я был на большом количестве хакатонов, какие-то мы там у себя даже организовали, но это был самый клевый и самый круто организованный из них. И огромное спасибо команде за это. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Люди, я хочу у вас спросить пока... Во-первых, огромное спасибо. Во-вторых, я хотела спросить, кто готов раньше, чем 14-е, возможно, встретиться на хакатон по медиа, гражданской медиа? Поднимите руки. Кто готов уже сейчас, значит, оргпподготовку? Количество орг уменьшилось, ну окей. В общем, просто подойдите ко мне, пожалуйста. Ты знаешь, кто у нас, значит, ты. Скальпи. Да, я еще на всякий случай расскажу. Меня зовут Максим Миченко, я работаю в проекте Do.ua, это сообщество разработчиков. И у нас есть программисты, поэтому если мы чем-то вам можем помочь с программистами... Да, то, как бы, давайте, проходите. Матус, чтобы это до уевает, до моего и уевает. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо большое. Очень хочется запомнить этот момент, и остановиться с вами, дорогие участники. Не убегайте! Величины и беги вперед. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok